Здравствуйте, товарищи зрители! Продолжаю рубрику «Ответы на вопросы» и сегодня будут следующие темы. Я, как всегда, выписал самые интересные комментарии, претензии и тому подобное. И будем разбирать такие темы, как спирулина, как еда, корм и удобрение. Изжога. Подаграя прошла за неделю, пишет человек, посмотрим, послушаем как. Вопросы по осмосу и водородной воде, противоречия, напоминания. Вашим генератором водорода пользуюсь уже 5 лет, отзыв написал человек. Как совмещать БАДы и прочие препараты между собой. Выпадают волосы, как укрепить. Что делать с частичками PM2,5, которыми мы дышим? Это микроскопические частички вредных токсичных веществ, которых в городе везде очень много. Вот что с этим делать? Далее, протест по заморозке. Мол, это неестественно, очередной человек пишет, пытаясь привести какой-то совершенно глупый пример. Отвечу. Классно вы ругаете и поясняете, супер, пишет один человек. Вы мне напоминаете Дон Кихота, пишет другой. Лимон и уксус закисляют организм, а это плохо. Мол, вот разберу, закисляют ли они организм или нет. Другой пишет, лимонную воду можно пить с сахаром, вопрос такой. Другой пишет, а теперь я знаю, что ответить родственникам. Каково ваше мнение про кофе, пишет один человек. Можно ли добавлять лимонный сок в смузи из яблок и бананов, спрашивает другой. Была ли эволюция человека, спрашивает зритель. Про эволюцию более широко копнул. Про алкоголь письмо такое длинное, но сильное, нужное, важное. Мой нынешний муж на каждые выходные затаривается пивком, да отказываясь, холодильник забивает. Ну и вот что дальше происходит. Вы смотрели лекции Гани Замалиевой, спрашивает меня один человек. А вот тут женщина пишет с радостью, что она покупает эволаровские витамин С, бета-каротин, Д3 в шипучих таблетках. Какая прелесть. Вот тут такой вопрос-подвох ко мне. Если человек, мол, как я говорю, плодоядный, не значит ли это, что энергию он должен получать из углеводов, мол, не из жиров получается? Так, хорошо отвечу. Ну а тут человек пишет, товары с вашего магазина, это же лучшие инвестиции в себя, свое здоровье и здоровье моих близких. Далее. В 2007 году посмотрел Ждан, но с тех пор никакого алкоголя не было. Ну и прочие темы. Итак, эти темы касаются всех нас так или иначе, наших родственников, всеобщества. В общем, будет интересно, поучительно, очень важно. Ну, поехали. Первое письмо. У меня кактус не рос. Полил вашей спирулиной, ну, человек порошок развел в воде, один раз цветок полил, и он вырос на 2 сантиметра за 2 недели. Ну, до этого не рос. Кактус, цветок вырос. Ничего удивительного нет, давайте разобью эту тему. Значит, спирулина в своем составе содержит, ну, уникальный комплекс аминокислот, витаминов, минералов. Это, по сути, конечно, самое дорогое, но самое лучшее удобрение в этом смысле, если его применять не для питания себя, а как удобрение. Ну, я вот, например, использую спирулину, помимо того, что я ее ем, ну, это удобнее в таблетках, есть вариант порошок, есть таблетки, биоток, органическую нашу. Я кидаю там 20 таблеток в рот, например, полстакана воды, ну, или там несколько глотков, в общем, запиваю, да. Это лучше делать после еды, на самом деле, особенно у кого есть ли проблемы там с ЖКТ, гастриты, язвы и так далее. А если нет, то можно до еды без проблем. Можно порошок сыпать в еду, если кому так нравится. Ну, а что касается других вариантов использования, у меня есть аквариумный такой целый отдел в зимнем саду. Кто не в теме, посмотрите мой канал «Жизнь на земле». Так вот, я кормлю, например, там, мальков гупи, прям ложечку спирулины, раз, порошка, там, кидаю, где креветки амана, там, или другие креветки любые подъедают, значит, естественно. Я также, бывает, ну, скажем, там, на литр две чайные ложки порошка разведу и полью какие-то очень значимые растения, когда идёт плодоношение, например, папайи или бананы. Это стимулирует рост, развитие плодов, там, цветов, ну, в общем, активный рост, безусловно. Ну, и, например, у меня есть культура червей-старатель, ну, там, для создания биогумуса, вот такую чистую культуру мы когда-то в городе Коврове закупили. В общем, я, вот, бывает, что чем не кормишь, ну, понятно, что плюсы, свои минусы, но когда я сверху по земле, там, в ёмкости насыплю, там, ложечку порошка, вот, спирулины, вот, например, вечером насыпал, утром прихожу, там, клубок червей. То есть, это лучший корм, ну, ведь, поймите, 78% белка на 100 грамм сухого продукта, все незаменимы именно кислоты, там, да, практически вся линейка витаминов группы В, ну, это же уникальный продукт, корм, поэтому я, дорогие друзья, советую вам есть спирулину. Ну, и можно применять вот так, кстати, некоторые кошек подкармливают, собак, это очень хорошо. Ну, так что используйте широко. Самый лучший спирулин, тут, понимаете, ещё важно безопасный, чтобы не из лаборатории, из ёмкостей, там, бассейнов, где её выращивают искусственно и льют туда минералы, а из природы. Таких мест на планете несколько осталось, и вот одно, это горный Китай, совершенно никакие не промзоны, да, там, это заповедник, откуда у нас идёт наша вот эта био, с сертификатами биоспирулина, органическая. Поэтому я советую вам покупать её у нас. Ссылки я оставлю под этим видео и на спирулину, и на хлореллу. Тоже другая, но водоросль одноклеточная, уникальная. Ну, сейчас об этом не буду. Далее письмо такое просто, ну, что мега крутая рубрика, вот эти ответы на вопросы, спасибо вам большое, благодарю вас. Да, я считаю, что она действительно такая многогранная и очень важная. Здравствуйте, а вы можете сделать видео об изжоге? Спрашивает человек. Проблема с ЖКТ, мол, что делать, как исцелять? Почему я этот комментарий решил выписать? Хочу даже немного вас поругать. Ну, неужели сложно, как я в сотнях своих видео говорил. Вот почему вы знаете, что у меня нет видео об изжоге? Сколько вам, скажите, надо времени, чтобы проверить это? Несколько секунд. Как? В ютубе, в поисковой строке набираете Фролов пробел изжога, и сразу выскакивает вот это видео, вот это. Видите его? То есть, есть у меня было видео об изжоге, может, даже не одно, но вот я помню, что не так давно даже делал, ну, там, год назад, может быть, да, потому что мой канал там больше 10 лет, поэтому это недавно. Да, в любом случае, поиск вам сразу выдаст. Наберите что угодно и практически, вот, Фролов и там тема какая-то, и вы найдете. Если нет, ну да, написать надо, конечно. Ну, поймите, как так можно? Это же просто неуважение элементарное. Далее письмо. Была подагра и давно пьем экоэлемент сорбент. Вот этот. При обострении подагры увеличили дозу, гели для суставов наносим, вот этот. А сорбент как раз снижает уровень мочевой кислоты. В инструкции прямо написано это. Все прошло за неделю. Никакие препараты больше не пили. Спасибо, Юрий Андреевич, за ваши рекомендации. Пожалуйста. И еще здесь сразу хочу сказать. Вы все-таки тоже в том числе посмотрите мое видео. И также, возвращаясь к предыдущему письму, набирайте в поисковике Ютуба Фролов пробел подагра. И вот буквально на днях у меня вышло видео про подагру. Идем далее. Ну, а теперь, дорогие товарищи, прямо ряд будет вопросов, претензий ко мне. И всякие глупости, которые люди понаписали под моим видео вчерашним. Ну, от момент записи этого видео. Потому что я записываю, какое у нас 28 февраля вот это видео нынешнее, что вы сейчас смотрите. А вчера, 27-го, было опубликовано видео у меня на канале про систему обратного осмоса. То есть глобальнее. И какую воду надо пить, я там кратко все обосновал. И к тому еще, что появилась уникальная проточная система обратного осмоса, которая безопасна, в отличие от старого типа, которые 30 лет выпускались, где есть накопительный бачок. Почему кратко? Вот поясню. В накопительном бачке внутреннее покрытие, нигде груша резиновая, там, не знаю, каучуковая, натуральная, нет каучуковая, вряд ли натуральной. Но это еще полбеды. А то, что там покрытие самого металлического стального бака внутри, это полимер. Полимер вступает в реакцию с водой, в любом случае, из месяца-месяца, год в год, воду выделяет частички себя. И это очень вредно. Но раньше не было другого, и что делать? Иногда действительно приходилось включать его просто на проток, то есть, чтобы он не накапливал в бачок, а просто лил, лил, лил. Он будет все равно накапливать в бачок, там, поэтому и толкает от давления, да, уже воду на выходе в кран. Но это хоть какой-то проток наливалось, там, ну, там, за сутки сколько-то, объем определенный, там, несколько литров. Ну и хорошо. А сейчас появились проточные системы, где нет бачка. И это хорошо, потому что в реальном времени вода протекает через, там, ну, мембраны, там, в 20 раз больше по поверхности. Там очень много мембран, и моторчик, насос, помпа, своя внутренняя в этом приборе. Вода под большим давлением проходит быстрее через огромное количество этих мембран осматических. И то я говорил, как это надо делать в том видео. Я говорил, вот вы, совет мой такой, ночью стоит, ну, понятно, там, какой-то пол-литра воды в приборе есть все равно. Выберите, вот, когда включаете, мотор включился, и вода пошла, да, из краника осматического. Выберите, там, стакан воды первый, и слейте, и потом подставляете, там, банку, трехлитровый чайник, или, там, что еще. Ну, вот уже, потому что, вот, какие-то микрочастички все равно могут быть. И вы вот таким методом, простым, хитрым, моей подсказкой, просто, вот, на 100% вы включите вот этот первый толчок воды, что она, там, вымоет из мембран, которые, там, ночью стояли. Ну, понятно, да, вода в них все равно в приборе. Вот, так, а теперь слушайте, какие вопросы. Ну, большинство людей, там, благодарили, что, наконец-то, это появилось. Мы давно ждали, а я видео потому и выпустил, что, вот, о чем было говорить раньше, и я уже несколько лет этой темы хотел коснуться. А вот теперь появились такие приборы, причем вышло второе поколение. Их, ну, очень экономичные, очень мощные, там, 2 литра в минуту, и мы их продаем. Кстати, под этим видео я тоже ссылку оставлю прямо на эти приборы, что вы сможете приобрести. Теперь, внимание, какие были глупые комментарии, вопросы, полные непонимания. И ладно бы, это можно выводы из моих видео, вот из этого вчерашнего видео моего сделать, но это, это просто абсурд. Ну, первое. Совсем запутался. Ранее вы говорили про щелочную воду, 9,5 паштай, и у вас аппарат продавался за 200 тысяч, а сейчас вы говорите, что нужен только осмос. Вранье, я не говорил, что нужен только осмос. Я говорил, что жесткую воду вредно пить, а осмос делает воду почти, ну, вот, дистиллированной, грубо говоря, без соли жесткости внутри, вот что я говорил. Причем, что я там еще говорил? Дважды я касался темы в этом видео, что... А потом уже эту воду вы можете наливать, например, в стаканы персональные водородные генераторы там, да? Но я не говорил про проточные генераторы водорода, да, это я сейчас тогда скажу. Но я это сказал, и потом второй раз коснулся этой темы. Вот, человек пишет, да ли этот, а я планировал покупать ионизатор вот этот, чтобы пить водородную щелочную ионизированную воду. Так как теперь быть, дядя Юра? Ну, вот я вам отвечу, как быть. Значит, вода должна быть без соли жесткости, потому что соли жесткости в воде и минералы, они все внеорганической формы. Карбонаты, сульфаты. Если взять такую воду, вскипите чайники, вы увидите, что будет осадок. Ну, если вода не нулевой жесткости, у вас течет, там не из Невы, там в Ленинграде, допустим, вы, там еще там 2 градуса жесткости, там мало осадка. А если вы, вот вы видите, что просто взяли из-под крана воду, у вас там осадок есть после кипячения, 2-3 раза вскипятили, есть осадок, это соли жесткости. Вы убиваете свои почки и вообще организм, это очень вредно. И потому системы обратного осмоса надо ставить плюс, потому что они из воды удаляют все. Хлор, вредные вещества по трубам, которые сливают, те вещества, которые накачивают систему водоснабжения, чтобы слизь не образовывалась. Ну, если не хлор, там другие могут быть какие-то комбинации. Вот все это удаляет осматическая мембрана, на выходе чистая, химически чистая вода. Некоторые сразу начинают, так минералов не будет, вы никогда минералы из воды не получите. Это неорганическая форма минерала, которая вредна, вот как осадок из чайника. Ну, давайте ешьте ложкой от осадок из чайника, там набирается в бойлерах, берите и хлебайте. Это же абсурд и глупость. Так вот, я объяснил, что осмос нужен, потом берете воду, либо в стакан водородный наливаете, генерируете и пьете. Это сказка, потому что там уже, да, вы меняете, как я и сказал во вчерашнем видео, физико-химические свойства воды меняются. ОВП там, вот наличие молекулярного водорода, главное в водородных генераторах что? Это то, что там генерируется большое количество молекул H2 водорода, избыточного водорода, временно, там, ну, несколько часов держится в этой воде. А это мощнейший антиоксидант, это польза, об этом было видео, вот это мое прошлое хотя бы, где я с моим коллегой все это объясняем по последней модели водородному генератору, Neopen, который вот вышел. Посмотрите, ссылку оставлю. Теперь, по поводу проточных систем, там дело такое. Вы просто берете, последовательно их соединяете, ставите вот эту систему обратно в осмос. Оттуда идет шланг обычный 3,16, как вот, ну, как ко всем системам осмоса и к любым проточным ионизаторам. И подсоединяете его уже вот в этот, покупая, правильно вы решили, вот этот, проточный генератор водорода свободных электронов. Если вы хотите ту модель, которая делает щелочную еще воду, то это точно будет не Аквапен, протонно-обменные мембраны здесь не подойдут, потому что вода с протонно-обменными мембранами, приборы, они не меняют PH воды на выходе после себя. А вот действительно те, которые могут делать щелочную, это другие, вот эта модель, то, да, они, конечно, вы просто подсоединяете после осмоса проточного к этому ионизатору. И у вас действительно на выходе будет вот вода, во-первых, мягкая, что очень важно, без соли и жесткости. И вот как раз и щелочная, и водородная, и с ОВП отрицательным. Да, пожалуйста, так и делайте. Тогда подсоединяете, пусть он будет все время открыт, не перекрыт, осмос, идущий к проточному ионизатору. А когда вы будете открывать или там нажимать кнопку налить воду из проточного ионизатора, то включается автоматический осмос, потому что он будет под давлением находиться по отношению к вот этому генератору водорода проточному. И у вас они оба будут работать в паре, то есть последовательное соединение. Любой сантехник, это за там 10 минут под краном у вас на кухне, под раковиной в смысле, все это поставят. То есть, что я хотел сказать? Одно другое не отрицает. Почему вы мне прям так вот обвиняете, что я говорю, что нужен только осмос? Да я в этом видео наоборот сказал, что потом водородный генератор, пожалуйста. А эту воду осмос, например, можно готовить, нужно готовить. Вот если вы что-то варите или там, ну, варите там суп, неважно что, да, то вы уж эту воду не из-под крана заливаете, а после осмоса у вас, по крайней мере, не будет ни органических минералов, так сказать, и осадка этого, который в чайнике-то вы увидите, сольете, а в супе, в кастрюле-то вы его не увидите, потому что он соединяется с там тысячами кусочков всего этого разваренного месива. Вот беда-то в чем. Ну и не будете же вы в суп или куда-то там лить воду, вот эту вот водородную, потому что в этом смысла нет, потому что водород улетучится моментально. Вот поэтому нужен осмос. Да, вы сразу можете спросить, а как отделить? Ну, тогда вы можете после осмоса, вот когда шланг идет к водородному генератору, поставить тройничок, такую систему байпасов, и шланг, который выйдет у вас уже из крана, который будет, когда вы будете его открывать, на кухне будет еще один кран у вас, то вода будет течь, поняли, да? А когда он будет закрыт, вода будет стоять, насос не сработает в осмосе, когда вы откроете или нажмете, вернее, там происходит как нажатие кнопочек на генераторе водорода, чтобы вода вот эта щелочная, СУВП отрицательная, водородная, потекла, то сработает помпа осмоса, он толкнет давление к водородному генератору, и через водородный генератор уже вода с этими свойствами, причем плюс ко всему мягкая, потечет, все будет прекрасно. Раз тут кто-то может сказать. А вот туда вот этот первый удар, частички микропластика не могут какие-то или попасть? Нет, не могут то, что у водородного вот этого проточного генератора есть несколько систем фильтров, в том числе угольный, и это все задержится. Видите, как идеальная система получается. Вот этот осмос проточный, потом проточный генератор водорода и свободных электронов. Ну, еще и вот если модель хотите не аквадок, а именно вот не проточную аквадок, а вот именно вот ту, которая дает щелочную воду, значит вам вот эта вторая корейская нужна система, которая у нас, естественно, так же продается. Вы это знаете, но другие нет, поэтому я это говорю. И под видео я оставлю на эту ссылку, вообще на раздел приборы по воде. Так, идем далее. А вот человек тоже вопрос под этим видео про осмос пишет. Спасибо за рекомендацию прибора, постараюсь приобрести. Вопрос, если человек в основном употребляет только вареную пищу, а свежую редко, то минерализатор ему нужен, так как лучше уж какие-то минералы, чем никаких. Послушайте, вот действительно зря я сказал, что просто вопрос, глупость несусветная. Я же там четко пояснил. Что человек вообще получает минералы только из живой пищи, термически необработанной. Ну или, по крайней мере, вот та, которая изначально в органических соединениях со сложными структурами белков, углеводов, жиров идет. То есть из продуктов. А вода всегда, там неорганические минералы. То есть то, что вы спросили, лучше неорганические минералы пусть получает, чем никакие. Во-первых, это глупость сказали. Потому что минералы, вот и хоть какие, все равно поступят, коль человек не только воду пьет, а что-то ест. Там же есть минералы. А тут вы не поняли, что такое вообще, я говорю, неорганические минералы, как они вредны. Ну давайте кипятите чайники, пусть осадок выпадает. Подойдите к врачу, вот, например, нефрологу пойдите и спросить, доктор, а можно мне вот этот осадок, что из чайника, размешивать? Ну это что, человек пьет, который вот глупый человек, он это пьет. И вот пить можно мне это пить, осадок? Ну и посмотрите, что врач вам, даже врач, скажет на это дело, да? И вы тут такое пишите. Какой минерализатор? Осмос, минерализатор. Нахрена вам тогда осмос нужен? Человек это к тому, что в обычных старых системах осмоса, где бачок, там, как правило, и всякие менеджеры советуют, берите с минерализатором. Так шило на мыло. Вы осмос берете с одной стороны. Для чего? Чтобы никаких минералов вы не могли неорганических получить, а ставить их наоборот, чтобы они не поступили к вам в организм. И тут вы берете и картриджи на конце, так сказать, ставите опять минерализующие. Там, да, другое сочетание будет минералов, но это же идиотизм. Они что, думаете, органической форме? Они тоже неорганические. И будет то же самое. Опять скипятите воду, ну, допустим. И вот вам будет опять проблема. Так зачем тебе вообще осмос нужен? Только хлор удалять, что ли, из воды? Ну, это можно какие-нибудь просто... Любые фильтры, где есть просто угольные картриджи, и все. И тогда не нужен вам даже осмос. Но это же идиотизм. Лучше уж какие-то минералы, чем никаких. Нет, лучше уж себя не убивать, чем убивать. Идем далее. Разве у вашей системы обратного осмоса нет пластика при контакте с водой? А трубки? О, а стенки корпуса фильтров? В расширительном баке нет контакта с пластиком. Там резиновая груша. После нее постфильтр. Вот его надо менять почаще. А так чистая реклама своей продукции. А так вы просто чистый дебил. Значит, а я объясняю, да не вам это бессмысленно, а другим людям, которые могут об этом просто подумать, но интеллигентно промолчать. Значит, во-первых, почему я вот для таких, как вы, сказал, что я рекомендую поступать так, стакан воды слить и дальше наливать уже в емкости, которые в течение дня вы будете использовать для кипячения воды или для супа, или просто пить. А потому что как раз вот чтобы в тех мембранах внутри этого проточного осмоса то, что может теоретически, хотя после мембран не может, вот разве что в пластиковой трубке, по которой выходит вода, но это настолько секунды контакта, ну, что это, конечно, глупость. Но, тем не менее, я говорю, выпив стакан воды, вылейте, вот тогда гарантированно ничего не будет. И просто вода без толчков, рывков уже просто вот идет. Первая она пролилась, вы ее выкинули, вылили. И вот дальше идет уже вода, гарантированно ничего там нет. А то, что вы там дальше пишете, это, конечно, я просто в шоке. После расширительного бачка она и идет непосредственно в кран вам, в стакан, как устроены те системы. И потом резиновая там груша стоит. А между резиновой грушей и внешним металлическим вот этим корпусом, что там находится? Груша, она давит. И поэтому давление создается. Между чем? Между грушей, внешней ее частью мембраны и корпусом металлическим. А вот он покрыт полимером. Вообще, нихрена человек не понимает, но судит о вопрос вселенского масштаба, как говорится, с такой же глупостью. Вот эту чушь обязательно... И главное, потом хамство. Это для такого быдла всегда норма. Чистая реклама продукции. Ты чистый дебил, который просто не понимает, что зачем и почему. Но еще при этом хамит. Вот гнида. Так, следующий вопрос. Есть аквадистиллятор. Ну, дистиллятор воды, понятно. 5 литров в час. Нержавеющая сталь. Прокомментируйте, пожалуйста, чем плохо или хорош. Про дейтерию я прочитал. Ну вот нормальное письмо нормального человека действительно хочет в этом разобраться. Я про это не говорил там. Да, а значит, первое объясняю вообще в принципе, что дистилляция вполне допустима. Но какая? Тогда либо это должен быть стеклянный дистиллятор. Я в свое время хотел покупать, изучал этот вопрос. Полностью инертный материал, стекло. Но такие я нашел только немецкие системы. Это еще до всех дел. Там до 19-го даже года. Да, это 17-й год, наверное, был. И стоило тогда 1100. То есть сейчас 1250 это бы стоило. Это раз, да? Упускаем этот момент. Так вот, про нержавейку теперь. Вот я купил лет там 5-6 назад. 2, аж 2. Думал, сейчас я буду рад. Поставлю один себе, другой там, по-моему, родителям. Не помню. Короче говоря, значит, вот два прибора. Тогда 45, наверное, тысячи это где-то стоил каждый. Я не помню сейчас модели. Не важно. Вот они у меня до сих пор валяются в другом доме тут в хозяйстве. Почему? Стали использовать. Едкая вонь. Прямо от воды. Ну, кто-то вроде бы не дешевка, понимаете? Не дешевка. Почему? Я и выбрал все из нержавейки. Я раз 5 и обрабатывал там. И солянкой, и там кислотой думал, ну, может, что там. Значит, раз 10 делали, сливали. Все равно это вонь идет. Ну, это я просто к чему? Это видимое. То, что по-любому пить нельзя. В общем, выкинул даже вот, ну, не выкинул, лежат у меня. По 40 там, 5 тысяч они стоили. Сейчас это, ну, 90. Короче говоря, может быть, вам повезет. Вы какую-то модель из нержавейки, которая действительно капает дистиллят. Никакого противного запаха, ничего. Хотя, конечно, надо бы исследование провести. Но это очень дорогие анализы, там, на разные кадмии, там, мышьяк. Я не знаю, там, на что надо смотреть. Из чего состоит там вся система контакта между водой. И ведь не факт, что там все нержавейка. Не факт. Вот из стекла, да, когда вы видите весь процесс. А вот этот, вот, сложные довольно-таки змеевики все и так далее. Ну, хрупкая штука, да. Или это нержавейка, уж я не знаю. Там надо быть уверенным, ну, сдать анализы. Я после этого, я бы так никогда не сдавал. Думал, ну, да. А теперь я, вот почему? Я перестал ими пользоваться. И тогда возникает вопрос, а зачем? Если есть хорошая система обратного осмоса. Копеечные. Не 100 тысяч, не 200, не 500. А там, 38-500. Ну, на вчерашний день, на 27 февраля. Но это дешевле, чем наш прибор Neopen, персональный генератор водорода свободных электронов. Смысл какой? Чем плохо, вот я объясню. Риск большой. Плюс, да. Дейтерии тритии. Эти несколько молекул тяжелой воды после кипячения образуются условно на объем на стакан воды. А это очень мощный канцероген. Это очень вредно. Поэтому вот осмос, там нет кипячения. Это очень хорошо. И пить такую воду можно. А это как раз после дистилляции есть вот минус один приличный. Большой это наличие дейтерии третьей в воде. Небольшого количества там каждая молекула способна 20-30 клеток убить. Так что имейте это в виду. А вот человек пишет, а как покупная вода в 19-литровых бутылях? Скажите, они стеклянные керамические бутыли? Нет, пластиковые. Вы ничего не поняли насчет пластика и контакта с пластиком? Нельзя ни пить из пластика, ни... Я, знаете, смотрю, как и вот идиоты какие-то там заготавливают огурцы, я не знаю, там моченые яблоки или что-то еще в бочках, в синих бочках, пластиковых, причем строительных, ну куда там разные химикаты наливают, вот в таких бочках. Это полный... Трудно не выразиться нецензурно, но это очень трудно. Что люди творят? Вообще думаете, что вы делаете? Какой пластик? Нельзя контакт с пластиком. Это что? Там есть бисфенола, там есть другие канцерогены тяжелейшие, которые в воду выходят, в любом случае вы травите себя, вы убиваете себя. Нельзя в пластике покупать и пить. Ну купите вы осмос, и зачем вам таскать еще плюс ко всему эти бутылки, эти тонны воды за год? Ну может вы просто поставите себе осмос под краном на кухне и избавитесь от этих проблем всех разом? И таскать воду, и вред, и прочее. Я вообще в шоке. Что же за мания такая? Вот это вот в бутылках там, и планету будете губить. Тонны пластика эти выкидываете за, там, не знаю, за несколько лет тонну пластика каждый человек. Ну дальше. Юрий Андреевич, вот я раньше покупал у вас Аквапен. Это такой был персональный генератор водорода свободных электронов. Вот этот вот. Можно ли им пользоваться? Конечно, можно, если он работает. И эта система осмоса, она сделана в Китае, а у нас что, ничего не производят? Нет, она как раз не в Китае, она у нас сделана. Вот эта система осмоса сделана в России. И далее пишет человек, от Аквапена вы же отказались, может и с этим прибором будет то же самое? Ну я прямо сейчас зачитаю, что я ответил прям письменно, я сейчас зачитаю. И это отечественная система осмоса. От Аквапенов отказались мы, потому что научно-технический прогресс на месте не стоит. И потом, после Аквапена, пришли на смену вот лучшие приборы нового поколения. Какие? Неопены. И они несколько лет продавали мы их, да? Продавались они. А потом пришли на смену вот недавно УВПНы, которые имеют совершенно преимущества большие. Вот в этом видео я с моим коллегой все это поясняли по отношению к прошлым приборам и к Аквапенам, и даже к Хэлобе. Это что, то же самое по-вашему? Это вообще осмос. Там не может быть других свойств. Там очистка вообще одинаковая уже, то есть ее выше, лучше, можно мощнее прибор сделать. Там не 2 литра минуты, а 3-4, но для бытовых нужд это просто не нужно. Так что такого быть не может, и сравнивать это нельзя. Осмос есть осмос. Там просто новые эти системы проточные, лишены тех минусов, которые были в накопительных системах осмоса. Вот и все. Ну а теперь такой комментарий. Вообще-то надо готовить и пить воду только дистиллированную. Она самая чистая. Внутри организма она превращается, то есть в минерализованную воду, смешиваясь с полезными нутриентами. Ну ладно, если последнюю вот эту вот фразу опустить, потому что там это, ну если примитивно, там можно так, конечно, сказать, ну ладно, да. То надо на дистиллированной воде. А что вы, мол, это мне хотели этим сказать? Осматическая вода, это и есть дистиллированная вода. Просто дистиллированная, она путем дистилляции делается, там нет солей жесткости. И осмос. Это вода, которая не делается путем дистилляции, а путем, значит, прохождения через мембраны, полупроницаемые, через которые только H2O молекулы проходят, вода. И она тоже дистиллированная по своей сути, поскольку лишена минералов, как и дистиллированная вода. Нет, она, конечно, если совсем научена вдаваться в подробности, есть еще бидистиллированная вода. Знаете, чем отличается? Вот там нет вообще. Потому что если там одни там статысячные доли, они и после дистиллированной воды есть, как и после обратного осмоса. Но это вообще сравнивать, так сказать, и как-то говорить, что это вот присутствуют какие-то минералы, уже не приходится. Это для специальных процессов уже там тонких нужно использовать там бидистилля. Так что дистиллированная вода и обратный осмос, осматическая вода, это все то же самое, одно и то же. А вот человек пишет, в свое время я купил у вас прибор, ну, персональный генератор водорода, Хэлло Би. Вот, пользуюсь им до сих пор. Никаких проблем за это время использования не было. Периодически мою колбу, разборка проста, очень радует. При этом часто пью из бутылки, емкость стоит в открытом доступе, никогда ничего в нем не образовывалось. Ну, а человек следит, хорошо, значит. За все время никакой плесени, ну, плесней быть не может. Про водоросли там была речь, да, что у некоторых на свет ставят, там, видимо, слюна попадает, или, может быть, цветы стоят на горшке. Или, может быть, знаете, как на кухне там, ну, или где пользуется человек, цветы стоят в горшках. Пыль летит, и споры водорослей тоже могут попадать, поэтому у людей бывает заботятся вот эти зеленые водоросли. Хорошо, тут нет ни запахов, ни замечал ничего. Использование непостоянное по мере вспоминания. Ну, вот, единственный минус, который обнаружен, это отсутствие звукового сигнала о готовности воды. Ну, извините, тогда таких приборов еще не было. Вот, кстати, Neopen сигнализирует, что вода готова, не забудьте меня выключить. Пока ждешь, параллельно чем-то занимаешься, не всегда замечаешь о готовности воды, это очень неудобно. Ну, тогда не было. Это же было 5-6 лет назад. Приходится заново включать. Почему? Почему? Не надо заново. Вы можете спокойно, ну, на сколько вы прозевали? На полчаса, на час пейте спокойно, там, несколько часов водород в воде сохраняется. Ну, понятно, меньше-меньше, но если вы вообще на 10 минут забыли, там, на 20, ну, так пейте, и не надо повторно это делать. И так по кругу, иногда несколько раз. Ну, это незачем. Заряд до сих пор держит нормально, ведь, как батарейка 5 лет служит. Все крепления надежные, а использование уже более 5 лет. Ну, наверное, к 6 ближе уже, да. Главное, сделайте звуковой сигнал готовности воды. Где? Я же не волшебник сделать в этом приборе, который у вас. А вот новые приборы, неопен, вот эти, там уже есть звуковой сигнал. Более того, ультрафиолетовые стерилизаторы, чтобы не было никаких вот этих вот, ни водорослях обрастаний, ни бактериальных. Ну, если человек слюна, некоторые берут, так пьют, слюна попадает, конечно, это нехорошо. Там и бактерии, и так далее. Поэтому там есть, с чем мы строили, стерилизацию ультрафиолетовую для удобства, для гигиены. Вот это вот прибор, конечно, теперь вот он есть. А старые приборы, как сделаешь задним числом? Никак. Но тут сама суть важна. Более 5 лет пользуется человек нашим прибором. Вот при правильном уходе, а это видно, все в порядке. Ну, говоря о долговечности, да, то есть я хотел это сказать. Следующее письмо. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Подскажите, пожалуйста, мне сейчас 20 лет. Около 2 лет назад начал замечать, что выпадают волосы. Пересмотрел все ваши видео о волосах. Решил полностью и системно подойти к решению данной проблемы. На данный момент купил диатомит, фулевую кислоты с цинком, кератин от Дуалав. Странно, что вы его купили, его уже на российском рынке нет, может, он у вас давно есть. У нас он давно кончился, больше не будет, да и смысла. По большему счету нет. Сейчас объясню, почему, что я рекомендую в данный момент. Какую комбинацию идеальную, говоря о выпадении волос, если они истончаются, от чего и что надо принимать. Сейчас поясню. Также съездил ваш магазин на Таганскую площадь. Ну, это в Москве, там есть розничные магазины, два в Москве есть. Хотя заказывайте все у нас, дорогие товарищи. Вот вы смотрите, меня сейчас не важно откуда, из любого города, там страны или страны мира. Наш сайт надгард.ру. Заказывайте, мы отправляем в любые города России, страны мира. Так что проблем здесь нет. Просто заказывайте нас. Но кому так удобно, ладно. И купил шапку из микросферы, это правильно. Витамины в липосомальной форме D3 и К2, абсолютно правильно. И очень много мыла для восстановления и против облысения. Хочется сказать, что мыло бомбическое, запах превосходный. Ну, естественно. Наше мыло, дорогие товарищи, это уникальная штука. Вот даже в отличие от мыла ручной работы, как там позиционируют в каких-то бутиках, которые дороже продают, чем мы. Вы вот знаете, что, например, основу они там не делают сами. Они закупают основу для мыла, куда и глицерин входит и так далее. А мы делаем даже основу сами. И в наши разные виды мыла, да, входят до 13 видов масел. Плюс натуральные эфиры. И никакой химии. То есть это мыло уникальное. И, конечно, запах и прочие моющие свойства и так далее. И безопасное абсолютно. Ну вот, человек далее продолжает спирулину, хлорелу и фукус. Буду есть, как само собой разумеется. Ну, правильно. Остается докупить еще по списку пару витаминов, пока коплю деньги. А вопрос заключается в следующем. Как все это принимать? Можно ли сразу утром натощак все компоненты заглатывать? Или как-то это все перемешивать, съедать? Или это нужно все в течение дня распределять потихоньку? Во-первых, надо распределять. Но как сейчас поясню? Начну эксперимент с марта. И обязательно вам сообщу результаты. Также пью только водородную воду. Отправил специально. Накопил на генератор водорода. Полностью не ем молочные продукты. Сладкая вода, что очень правильно для волос в том числе. А хлеб буду печь сам, безглютеновый. Ну, допустим, только советую уж тогда ржаной. И то лучше на пророщенных зернах, чем на муке. Есть такая технология. Это лучше, потому что там меньше лектинов. При проращивании вот эти белки растительные лектины, высокомолекулярные, которые вызывают воспаление, они распадаются на более простые составляющие. Поэтому вред уменьшается. Теперь, что... Ну, от хлеба я имею в виду. От того, что там крахмалы вареные. От того, что там белки и лектины. Кто не в теме, самый известный из лектинов это глютен. Но там их около ста. Так что это только вершина айсберга. Я имею в виду глютен. Так, теперь, что касается... Я вам отвечу. Значит, знаете, самый лучший вообще вариант такой. Спирулина, само собой, все правильно. С хлорелой можно, фокусом, да. Но кремний. Вам просто необходим кремний. Одна из проблем... Вот у меня недавно о кремнии вышло видео. Так вот, одна из проблем выпадения волос, истончения волос. Это дефицит минерала кремния. А кремний тащит за собой кучу других проблем. Так вот, диатомит, это такой органический кремний, ну, это, по сути, отложение древних диатомовых водорослей. Горная такая, ну, назовем, порода. А вот из нее делается путем специзмельчения до наночастиц вот этот самый порошок диатомита, который по чайной ложке два раза в день. В общем, мое видео о кремнии посмотрите. И еще есть фулеват кремния. Это фулевая кислота с кремнием. Это идеальный вариант. Ну, в общем, то видео посмотрите, и вы поймете, это вам необходим. Плюс железо. Вот только сейчас появилось у нас со вчерашнего дня настоящий вот липосомальный железосодержащий комплекс. И там еще что важно иметь? Иселен. Причем в хилатной форме. И это именно в оболочке из фосфолипидов, да, то есть полное стопроцентное КПД усвоение. Потому что истончение волос, это еще и бывает очень часто по причинам дефицита железа. Причем бывает гемовое и негемовое. Посмотрите мое видео про железо. Оно выйдет, вот, ну, должно выйти сегодня, 28 февраля. Так, значит, вот, и плюс обязательно Д3 и К2. Это само собой. Это само собой. И теперь давайте главное. Вот жаль, что вы не смотрите, как почти все люди, 99%, не смотрят, что я размещаю под видео, под каждым. Так там я размещаю очень важные видео. И одно из них ключевое. Называется так. Как совмещать БАДы, лекарства и еду между собой. И вот там я всю эту логистику объясняю. Я вам поэтому сейчас не буду перечислять конкретно. Потому что вот вы сейчас с этим столкнулись, но вы в своей жизни не раз столкнетесь с любыми совмещениями. И чтобы вы сами понимали уже, как это делать, я вам главное сейчас скажу. Значит, вот первое я уже сказал, это видео мое посмотреть. А второе, ну, ссылку, разумеется, оставлю под этим видео, в том числе тоже, как всегда. И второе. Это под каждым нашим товаром на сайте написано, как это применять. Вы можете просто выписать. Потом второе, третье и сами увидите. Наперед скажу, что липосомальные, например, витамины между собой сочетаются. Поэтому Д3 и К2. И можете сразу и железо принять там. Все они совместимы. Ну, а остальное смотрите. Вот я в этом видео все говорил. Для кого иначе я это видео, да и вообще все свои видео снимаю. Понимаю, я рассчитываю, что люди их смотрят. По крайней мере, постоянные зрители. Так что посмотрите, не поленить. Многое вот сейчас я вам пояснил. Идем дальше. Юрий Андреев, здравствуйте. Благодарю вас за бесконечный труд на благо человечества. Не могли бы вы сделать отдельное видео по частицам PM2.5, которыми мы дышим? Так ли они опасны? И что делать, если живешь в городе? Как снизить вред? Благодарю заранее. Всех вам благ. Так вот, дорогие товарищи, я, как системой обратного осмоса, уже более года, ну, года два, да, два, тестирую, ну, как тестирую, у моих родителей стоит, у моих дочерей стоит в Москве, в квартирах. Эти системы, о которых я вам сейчас не скажу, чтобы ложный ажиотаж не вызвать, я сделаю об этом отдельное видео. Как в квартирах, в городах обеспечить дыхание чистым воздухом без загрязнительных различных любого рода вредных частиц, да? Потому что эта тема, она после воды стоит на втором месте по актуальности, и она, как бы сказать, одна из главных причин по онкологии сейчас. Особенно, вот, ну, например, на крупных шоссе. Вот, не знаю, секрет для вас или нет, что окна, выходящие на крупные шоссе, например, в Москве, Каширское, Варшавское, самая высокая онкология. Потому что люди там дышат тяжёлыми металлами, попадают к ним через лёгкий свинец, прочие канцерогены. И теперь вот эту проблему можно решить. Можно. Фильтрация стопроцентная. Системы эти скоро будут. Я сделаю отдельное видео. Ждите, и это просто спасение. Я вам скажу так, что это вот, если вы где-нибудь на хуторе в деревне глухой живёте, или там далеко-далеко за городом где-нибудь там, да? Ну, это не актуально ещё, допустим. В городах даже малых актуально, если близко дороги. А если это крупные города, там везде. ТЭЦ там, да что угодно. И вообще, вот вы правильно подняли тему глобальной. Я объясню, что это за частички PM2.5. Ждите выход вот этого видео скоро и этих уникальных фильтров. Следующий комментарий там про заморозку. Опять, мол, протест. Здравствуйте, не совсем понял насчёт сохранения свойств. Я сказал, что при заморозке сохраняются все свойства продукта изначально. Приводил примеры про пшеницу в одном из своих видео, вот куда человек это-то написал. Ну, пшеница может там тысячи лет храниться, как в древних египетских пирамидах находили амфоры, потом проращивали. И приводил пример. Мне человек писал, я где-то там в Сибири, и там минус 50 зимой. И несколько лет зерно пролежало, там плюс-минус, минус 50, и вот проращивается. То есть, жизнь сохранена. Это главный, я объяснял критерий, значит, выводы делаем. Практика критерий истины. Лучший вариант сохранения консервации продукта любого. Заморозка. И вот человек пишет, не понял. Наверное, не ко всему это относится. Нет, это ко всему относится. Ведь зелень после заморозки уж точно не прорастёт. Конечно, не прорастёт. Микрокристаллы льда разрывают структуру листа молодого стебля. Да вы просто гений, конечно, разрывают. И что вы этим хотите сказать? На том основании, что микрокристаллы льда разрывают структуру листа и стебля. Значит, вы делаете вывод, что это мёртвая пища. А то, что она не прорастает, это не значит, что она мёртвая. Я вообще просто в шоке. Да, ну что вам сказать. Мамонты пролежали, они мёртвые, они не оживут. Но отдельные клетки находят живые. Если найдут нормальные те ткани, где есть стволовые клетки, то их можно клонировать. Вы понимаете, нет? Если клетка разрушена, это да, конечно, жизни нет. Но минералы в органической форме, в органической. Витамины есть, живые-живые, ферменты абсолютно. То есть вы просто-напросто... Вот давайте по-другому я вам, коль вы так не понимаете, объясню. Вот вы взяли шпинат, нарвали, кинули его в блендер. Чуть-чуть воды, взбили какой-то вот этот коктейль. Ну и там любую зелень другую. Вот этот миг, когда вы уже держите в руке не зелень, а взбитые смузи, скажем так. Скажите мне, пожалуйста, что-то произошло за несколько секунд, чтобы вы могли сказать, что эту пищу надо выливать уже. Это поганая мёртвая пища. Нет. Вы берёте то же самое. Вот этот вот стакан, наливаете в формочку и замораживаете. Всё, вы сохранили. Вы законсервировали эту минуту времени. И когда вы разморозите, отчёт времени порчи продукта пойдёт с этого мига. Ну, с этих минут и часов, когда вы это разморозили. Вы поняли, какую глупость вы сказали или нет? Вам надо ещё или кому-то ещё что-то пояснить? Ну, попробуйте кто-то мне написать и возразить, что я вот неправ. Или напишите наоборот. Вы поняли? Поняли, какую глупость вы сморозили? Ну, напишите честно только, ладно? Вы поняли, в чём вы ошибались? Как вы вот можно такое не понимать? Это же очевиднейшие вещи. Просто очевиднейшие. То есть заморозка. Это сохранение данного этапа. Плюс там несколько минут, пока не замёрзнет продукт. Или часов, если плохо замораживается. Почему самая полезная шоковая заморозка? Потому что там всё сохраняется, ну, близко их к 100%. Потому что оно моментально замёрзло. Понимаете? Время. Время порчи. Мороз – это консерватор всего. И пусть даже не прорастёт. Ясно, не прорастёт. Смузи не прорастёт. Но вы этот этап, миг, секунду законсервировали. Вот и всё. Далее. Любимая рубрика. Благодарю. Я очень рад. Она действительно, я считаю, самая интересная у меня. Кстати, а как отблагодарить меня, я вот вам хочу сказать сейчас. И при этом принести себе пользу. Ну, во-первых, я вас, конечно, прошу, оставляйте комментарии. Они продвигают... Как бы в Ютубе есть алгоритм, когда много комментариев, он как бы начинает советовать это видео своим пользователям. Это я вас прям прошу. Во-вторых, поделитесь и всегда делитесь ссылками на мои видео со своими друзьями, коллегами и выкладывайте куда-нибудь в соцсети. Не ленитесь. Для вас это не такой большой труд, а для меня большая будет помощь в продвижении. Потому что и так Ютуб за... тормозит мои видео, скажем так. Так вот. И покупайте мои продукты. Вот она, симбиотическая польза. Мне возможность развивать свои проекты, производство и так далее. Кто не в теме, вы даже посмотрите мое видео. Бросил Москву и построил город будущего в глубинке на канале «Жизнь на земле». Там про несколько моих проектов рассказано и про будущие проекты, которые сейчас в процессе, так сказать. Ну, вот, например, создание музеев и коллекции пополняются. А это большие средства. И это некий такой, почему симбиоз? Для вас польза, потому что наши продукты лучшие в мире. И у нас есть уникальнейшие, которые нет нигде. Ну, разные есть. Но все лучшие только и органические. Это и продукты, БАДы, это приборы разные и так далее. Посмотрите наш сайт надгард.ру. Тем самым и вы мне пользу сделаете, так сказать. Будете как бы участвовать рублем, что называется, в моих, так сказать, вот этих проектах. Помогая мне их развивать. Делать разные новые, создавать продукты и проекты. А вы себе пользу для организма принесете, потому что это, ну, так сказать, все равно что-то едите. Не так ли? Или вы, например, недополучаете какие-то важные витамины и минералы. А теперь будете получать. И вы дольше проживете, качественнее эту жизнь проживете. Так вот, и дольше. Ну, и, соответственно, наверное, это польза. Наверное, это обоюдная польза. Вот я и о чем хотел тут в этой связи вам сказать. Идем далее. Юрий Андреевич, супер, классно ругаете. Ну, всяких идиотов. Кого надо ругать обязательно. И классно поясняете. Супер. Люблю вас смотреть. Люди не понимают, какое благо вы для них делаете. Благодарю вас. Всего хорошего. И я вас благодарю за эту поддержку, за письмо. Действительно, очень многие не понимают. И прям злятся. Правда, есть такие, кто мне реально писал такие письма через годы. Что, вы знаете, раньше я злился, что вы ругаетесь так на людей. На меня ругались. А теперь я понял. Я был дебилом, и вы правильно на меня ругались. Только теперь я это понял. Вот так-то. Это, к слову, я много раз это поясняю из видео к видео. А то каждый раз находятся те, кто... Почему вы так людей ругаете? Я не людей, а дураков ругаю. И правильно делаю. Потому что у них это единственный шанс понять, в чем они дураки. И что они чушь какую несут, и очнутся немножко. Иначе они никогда этого не сделают. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Лимонную воду можно пить с сахаром? Это, представляете, у меня было видео про яблочный уксус, лимонный сок, про кислоты органические. Я во многих видео своих объяснял это. Но люди пишут, прям некоторые с претензией. Это письмо там такой вот вопрос. Нормальный вопрос. А вот есть хамство, которое я сразу баню таких мерзанцев, типа, херню несете, это вам кислота, значит, а надо нам защелачивать организм. А это кислота... Так вот, неучи... Ну, это я к таким только обращаюсь, не к этому человеку. К этому я скажу по-другому. Поясню два момента сразу. Первый. Органические кислоты, временно попадая в организм, действуют как кислоты, вот такие, как лимонная, например, натуральная лимонная кислота и яблочный натуральный уксус. А потом они ощелачивают организм. Марва Гошаковна, гонян биохимик-врач, подробно и все время описывал. Я это описывал, поэтому сейчас говорить про это не буду. Просто воспримите как факт. Это так и есть. Теперь, что касается с сахаром. Я там вот четко объяснил. Сахар вреден. Почему? Как вот это видео, посмотрите, вы поймете, как можно было такое написать, посмотрев это видео. Если вы хотите, чтобы лимонный сок работал или яблочный уксус, почему я и зачем говорил их принимать в этой связи, так сказать, то только это в воде должно быть. Например, столовой ложкой яблочного укса, разведенной в 1 треть теплой воды, выпиваемой за каждые 5 минут 7 до каждого приема пищи, чтобы желудочный сок был нужного PH, природного, отведенного и переваривания пищи лучше было. И второе, чтобы дезинфицирующие свойства желудка были лучше, ярче, крепче. Для этого надо так. С лимонным соком там тоже нюансы. И никакого сахара. Иначе вы просто это сведете все на нет. Так, вишню без сахара, другой вопрос. Можно киви или тоже нельзя? Если мы говорим, что сахар вреден и вообще сахара, то о чем вы говорите, куда добавлять? Как можно после вот этого моего видео, вот под которым вы это написали, вообще об этом говорить? Вишня нужна без сахара, если уж мы об этом говорим. Безусловно, и киви, они и так сладкие. Какие там, да, витамин С из-за этого кислинка в киви там довольно-таки много. И что? Из-за этого сахар добавлять? Да вы же что, вообще обалдели. Никакого сахара вообще есть нельзя. Так, теперь под видео, которое называется «Мясо надо есть», в кавычках, да, где я все это пояснял, почему не надо на самом деле, да, доказательство биологического характера, то пишет человек «Уважаемый Юрий Иванович, благодарю вас за просветительскую деятельность, я тоже не ем мясо». Но вот когда было трудно противостоять давлению родственников, не находилось нужных слов, аргументов, а теперь я знаю, что им ответить. Вот это самое для меня дорогое, вот это я прям очень рад. Спасибо вам такой подробной лекции, я ни у кого не слышала. Да, дорогие друзья, и вы, вот эту сугубо научную, но простым доступным языком и на логику, в том числе, лекцию мою, «Мясо надо есть», посмотрите все. Даже если кто-то давно смотрел, пересмотрите. А если вы не смотрели, ну, получите колоссальное наслаждение и большую пользу. Посмотрите. Так, следующее письмо, Юрий Андреевич, спасибо за информацию. Для меня это очень важно, но у меня вопрос. Многие врачи говорят о том, что надо щелачивать организм, но принимать три раза в день уксус и лимон, наверное, будет закислять организм. Впрочем, я уже про это ответил. И как головка чеснока воздействует на печень, поджелудочную и другие органы? Значит так, головка чеснока не воздействует никак, как там индийские йоги говорят, отрицательно, на поджелудочную и печень. Тем более, это мощный природный антибиотик, антисептик. Это чеснок, сильное желчегонное средство. И если вы едите жиры какие-то и масла, то это никаких застоев желчи не будет. То есть, вообще, это очень хорошая штука и во всех смыслах слова. Никакой разум это не затуманивает. Это всё чушь собачья. Что касается защелачивания организма. Ещё раз. Органические кислоты работают так, что сначала они действуют как кислоты в организме, но быстро превращаются и дают щелочную, вернее, реакцию. Да, вот это вот факт. Юрий Андреевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваше мнение про кофе. Во-первых, я много раз объяснял, ну, в десятках видео, что у меня мнений не бывает. Я против мнения. Я плюю на своё мнение. И я советую вам делать точно так же, потому что у человека должно быть знание. Мнение – это то, что хочется во что-то верить. Именно так люди воспринимают и говорят слово. А у меня мнение такое. Ничего человек не знает, не рассуждает никак. Он просто в это верит. И у него такое мне – это не мне, а у меня знание. И поэтому про кофе, тем более, к тому же про кофе. Но опять, почему вы ленитесь? Наберите в поисковике Ютуба «Фролов пробел кофе» и вы увидите мою монументальную лекцию про кофе. И посмотрите её. И у вас отпадут все вопросы. Ну, а человек продолжает. Действительно ли он так страшно, нельзя его пить? На ГВ, если можно или нет. На грудном вскармливании? Да вы что, обалдели, что ли? Нет, конечно, нельзя. Спасибо большое. Вы что? Его вообще пить нельзя? Значит так, смотрите моё видео «Кофе» и поймёте, что, зачем, почему. И не забудьте слово такое «акриламид». Все смотрят и начинают. Кофеин там, а если без кофеина? Акриламид. Запомните слово и посмотрите. Это не только в этом дело, но просто его. А то все что-то мимо ушей пропускают. И смотрите моё видео про кофе. Далее. Можно ли добавлять лимонный сок в смузи из яблок и бананов? Можно, но только ничего полезного в этом плане. Вот в том плане, о котором я говорил про яблочный уксус, лимонный сок, вы не получите. А так можно, приятно, наверное, и вкусно будет, я так полагаю. Но только пользы никакой. Так, прошу коснуться темы, что эволюции человека не было, и Добрышевский сектант. Это страшный сектант. То есть вообще страшный, лютый сектант от науки. Думаю, вроде научные какие-то мысли человек излагает. Это, значит, истина, а сектанты те, кто им противостоят. Но вообще-то слово сектанты вообще к мракобесию ничего общего не имеет. Это вообще-то посмотреть историю, как появился термин сектанты, что это означало. А сейчас люди это глупо употребляют, этот термин. Ну да ладно. Но говоря вот в таком общем понимании, вот как раз Добрышевский есть сектант настоящий, потому что то, что они там трепят, доказательств нет никаких. Вообще эволюция в том плане, что в организмах заложены некие пределы, в которых могут меняться те или иные признаки, и некое развитие и изменчивость, вот это может быть и это есть. И это никак не противоречит тому, что эволюции глобальной в том смысле, что от одного вида может образоваться другой не просто вид, тем более не путайте с породой или какой-то морфой или под видом, а новая таксономическая единица крупного масштаба, типа род, семейство или даже класс. Вот говоря о арморфозах, это в экологии есть такое понятие, то есть в науке образование новых крупных токсономических единиц, ну например, как из класса рыбы появился класс земноводных, или от класса земноводных класс рептилий или по-другому присмыкающихся там, или птиц. Но вот это все, конечно, все-таки глупость. Доказательств нет никаких. Наложение там каких-то отпечатков, вот на этом лишь основании, остальное все притянуто за уши, а причем экземпляров таких было мало найдено, и где очень двоякое толкование может быть, не говоря уже о человеке, когда там ученых лгунов за руку ловили не раз, когда там накладывали скелет там, грубо говоря, старого там древнего человека с черепом обезьяны, переходной формы, это, конечно, все чушь. Другой вопрос, что эволюция, понимаете, была такая теория, есть пансперми, что жизнь, например, на планету подготовленную в плане питательных веществ была занесена из космоса, тут можно вообще это глубоко развернуть, трактовать, там мы не будем сейчас про инопланетян говорить, мы будем, а некоторые сейчас скажут, космоса не существует, а Земля плоская. Давайте эту тему оставим, а вернемся с точки зрения логики к той теории, что Земля все-таки круглая, что космос существует, существуют миллиарды галактик и сотни миллиардов планет и звезд в каждой. И тогда это получается, что, кстати, ладно уж, забегу еще в такую дебрю, что, если это так, если существует, как ученые говорят, там триллионы звездных систем и там триллионы планет и звезд в каждой вот этой вот галактике, и все это триллионы, триллионы, это получается квинтиллионы бесконечные цифры, то даже по теории вероятности любых инопланетных форм жизни, которые мы можем воспринять как угодно, которые наш разум может написать, нарисовать в голове, существуют сотни, сотни, если не сотни тысяч, если не миллионы. Это даже по теории вероятности, то есть один из там сколько-то миллионной части, да, что это возможно, то вот тогда гарантированно существуют сотни тысяч или миллионы форм разной жизни. Это, во-первых, с точки зрения просто логики и здравого смысла. Теперь, что касается, если теория это верна, что существует вообще космос, планеты, звездные системы. То есть, для тех людей, кто понимает, что это так, сугубо от науки. А то есть, есть научные такие товарищи, которые говорят, а, это да, инопланетян нет. Ну, значит, они дебилы. Теперь, что касается, потому что это просто противоречит здравому смыслу и логике. Теперь, что касается эволюции человека. Я абсолютно убежден в том, уверен, что человек не эволюционировал. Этому нет никаких доказательств. То, что было несколько видов близких, это да. Но это никакое отношение к тому не имеет, что это была некая эволюция. Это параллельное существование. Не будем сейчас даваться дебри, если будет как-то интересно. Я могу свое, так сказать, соображение на эту тему высказать, как человечество на Земле появилось и так далее. Но никакой эволюции, тем более, ну, так вот, от обезьяны, конечно, не было. А что касается генетического сходства, так мы к свиньям еще больше имеем сходства по биохимии и анатомии, чем к обезьянам, например. Ну, так и геном тоже. Ну и что? Это что-то доказывает? Ничего не доказывает. А то, что там творение или кто-то религиозную часть вставит, здесь тоже нет противоречий никаких. Только лишь противоречие в том, что вы очень примитивно воспринимаете религиозное любое учение. Просто примитивно. Потому что это людям столетиями так вбивали в головы. И когда-то все это написали, упростив, изменив. Да, существуют высшие силы. Да, существует некий разум, надразум. Да, по программе идет жизнь. Это точно. То, что наш генокод, все, вот есть ложная программа. Кто это сделал? Это случайность, глупость, это чушь от науки. Конечно, случайности нет. Все настолько уникально и грамотно устроено, что все это, безусловно, пока скажу так, чей-то огромный труд. И это все запрограммировано. Так что ответил. А вот то, что есть некая изменчивость и вид может меняться, трансформироваться, это да. Но никак здесь нет противоречий в том, что эволюции нет. В том глобальном смысле, в котором вы спрашиваете. И в том, что эволюция даже индивидуальная человека, говоря уже философски, возможно. Но человек физически не трансформируется в другого какого-то человека. Или руки у него трехсочлененные не станут, как у каких-то там из фантастических фильмов, там, инопланетянная голова вот такая вот с черепом. Это чушь. Это все то, что говорят. Если будет человек пальцем тыкать там в клавиатуру, у него скоро будут тут такие через там 100-200 лет, через три поколения. Это, конечно, бред полный. А что касается Добрышевского, вот это вот злостный сектант от вот этой науки, который очень вредный человек на самом деле. Очень вредный. Ну вот примерно пояснил. Если какие-то вопросы на эту тему или там хотите подискутировать, ну напишите, что вы хотите спросить, узнать, либо что против вы имеете, или какой протест. Напишите, я обязательно это разберу, прям буду рад. А вот такое длинное письмо, но очень важное. Про горе. Про алкоголь. Это страшное горе. История женщины. Про первого став твоего мужа. Это крик души. И потом про второго. Ну, короче, слушайте. Благодарю вас, Юрий Андреевич, особенно за ссылку про видео про алкоголь и табак от профессора Жданова. Я ссылался на его одну лекцию 2004 года, которая называется «Алкогольный табачный наркотический террор против Святой Руси». Все смотрите это видео, даже если вы все в теме, каплю не употребляете алкоголя, смотрите в любом случае именно ту лекцию. Ссылку на нее я тоже дам вам под видео. Все видео, когда смотрелось, сжималось слезы. И у меня были такие реакции. Вот прям такая и была. Это, кстати, тест, остались ли вы человеком, являетесь ли вы человеком. Только смотреть надо наедине с собой, один на один. Так, я в 21 год осталась довой с малышкой на руках, так как муж по пьянке утонул. Я сразу прервусь здесь и скажу. А вы знаете, дорогие друзья, сотни тысяч таких, ну, вы-то сотни тысяч не знаете, но тысячи из вас, все люди знают такие случаи. Их миллионы по стране, а тем более за там лет 50 возьмем. Это огромное количество миллионов, когда шли замерзали, шли там тонули, на тракторе в столб погибали, с моста падали погибали, давили людей, выкидывали детей с этажей, один другого зарезал, и все это проклятый алкоголь. Поэтому, кто говорит и оправдывает, что есть место алкоголя в жизни человека, тот подонок, либо просто дебил. Ему было 25 лет. Его родители поздние говорили, что давали ему всегда стаканчик за столом. Родители дебилы, конченые, и убийцы. Они сделали из него алкоголика. А обвинили меня в его смерти. Они дебилы и сволочи. Что тут можно сказать? Себя надо было винить. Они споили своего сына, они сделали из него алкаша, и вина на 100% лежит на родителях. Ну, смотря с какого возраста споивать начали. Потому что, если человек относительно взрослый, там лет 16, у него свои мозги должны быть, хотя, конечно, у подростков с этим зачастую бывают проблемы. Я наперед скажу новым зрителям, я ни капли в жизни не пил. Родители пили, а я ни капли в жизни не пил. Ни капли. Вот, никогда, ни разу. А родители говорят, что я, наоборот, не давала пить. Настаивала на путь истинный. Представляете, обвиняют сволочи в том, что она не давала ему пить. Это полный пипец. Вот он из-за тебя и утонул. Представляете, какие есть скоты, какие есть дебилы, деграданты, дегенераты. Мне травлю устроила вся деревня. Я вынуждена была уехать как можно дальше оттуда и бросить учебу. Так как нужно было растить дочь, снимать жилье, вставать на ноги, потеряв возможность учиться и потеряв свой дом. Ужас, ужас. Я очень вам, ну, сочувствую, но вы молодец, что с этим справились. Сейчас дочери 22 года, и она курит вы. Но это вы уже плохо воспитали. Конечно, тут нужно было говорить с подростками, с детьми. Надо очень серьезно говорить про всю эту мерзость, которую враги нашего народа, да и вообще всего человечества пустили в широкое применение. И дело тут не в деньгах, чтобы заработать на этом. Я имею в виду транснациональные всякие корпорации. Те мерзавцы, кому мир по сути принадлежит. А ведь главное там у них и так все деньги мира в руках. Это делать не в этом, а во власти. И в уничтожении лишнего, так скажем, как бы населения планеты вообще. И тем более, ну, нам-то за свою сторону надо беспокоиться. У меня было видео про вейпы, посмотрите. Покажите дебилам-подросткам. Ну, вот тут ваша вина. Ужас. Жертвуешь собой, чтобы... Ну, это ваши мысли и чувства. Вам надо было это объяснить. Чтобы, как для моих, например, дочерей, они одной тоже 22 года, для них немыслимые. Они никогда и не пробовали, и не будут в жизни пробовать ни алкоголь, естественно, ни табака, никакие вейпы. Потому что и как следствие там прочее, никакого разврата, потому что это людьми воспитаны на хорошей, правильной музыке, на Пахмутовой, на Юрии Антонове, на ВИА 70-х, на правильных мыслях, правильных вещах, а на правильных фильмах советских и так далее. Вот, вот это вот люди выпускают, родители. Это очень плохо. Жертвуешь собой, чтобы вырваться, ребенка воспитать человеком, так сказать, а среда обитания делает... Среда очень сильно влияет. Это очень пагубно. И потому наши единственные, как мы можем этого противостоять на бытовом уровне, это объяснять с определенного момента сначала просто, что плохо, это плохо и все. А потом, почему это плохо. Объяснять, кому это выгодно, к чему это приводит, что человек вне человека превращается, летит во все чашки, это уже не человек. И вот это все надо было объяснять. Замуж я вышла потом только в 36 лет и родила еще одну дочку, совершенно здоровую, беременность хорошо проходила, и вес, и анализы в норме. Так как я не пью и не курю всю жизнь, и я веган. Правильно, разумно, и вы здоровее, чем другие, те, кто все это творит. Ест все подряд и пьет, и курит, да? Мой нынешний муж на каждые выходные затаривается пивком до отказа холодильника, и точно такая же война дома идет. Вопрос. Почему вы сделали страшную глупость? Первый раз, вот ладно, хотя и это мне непонятно. Но почему вторую-то раз? Вот вы наступили на те же грабли. Нельзя выходить замуж за человека, который употребляет алкоголь. Скажите, миллионы людей становятся алкоголиками? Да. А где гарантия, что тот, кто употребляет пока мало, не скатится до алкоголика чуть позже? Ноль шансов. Ну или один, два, пять процентов. Потому что в основном все скатываются. Или зачем вам рисковать второй раз, когда уже, так сказать, вы на этом обожглись, и к тому же уже все-таки вам не 20 лет. Да, жизнь-то она идет. Это же страшное дело. И может он, так сказать, вот мучить вас будет очень долго, а у вас, так сказать, все с каждым годом все хуже и хуже будут отношения, понимаете? Точно такая же война, где уже идут оскорбления в мой адрес, ну так он же вырожденец, он начинает деградировать. И это только начало, будет еще хуже. И высмеивание моих доводов. Муж работает на хорошей работе и говорит, все пьют, и я тоже пью. Ну все колятся, сходи куда-нибудь в клуб, все колятся и ты колись. Это еще за бред. Нет, если все будут вниз головой с моста прыгать, и ты будешь прыгать, какой же дебил. Единственная радость жизни. А вот это все, это говорит уже о человеке, что он полная скотина и полный деградант. Если у него это единственная радость жизни, он зря живет на свете. И ничего путного он не сделает. Он просто живет для мнимых, причем, наслаждений. Настоящий это и не испытывает никакого творческого развития, никакого созидания, никакого человека-творца. Это человек-паразит, деградант и опустился ниже животного уровня, гораздо, на демонический уже уровень. А то, что появилась у него семья, ребенок долгожданный, это, видимо, хрень полная. Ну, конечно, он же стал алкоголиком, вы поймите, конечно, хрень для него остальное. Подмена понятий ценностей, полная деградация людей, да? После видео профессора Жданова я написал очередной пост. Для тех, для кого еще не все потеряно, у меня очень сильно болит душа за наш народ, за детей, за семьи. Мало кто ставит лайк или просто мимо идут, делают вид, что это бред, сумасшествие. То есть, те, кто говорит всегда правду сам, является отбросом. Конечно, не является. Для них, так и пишите, для них, да. Полюса Земли уже давно поменялись, оси координат сменились, стерлись, уничтожение людей идет полным ходом, геноцид. Нет, это мой пост в ВКонтакте, который якобы никто не видит, потому что не хочет видеть правду. Не, ну, ты, может, не видят, потому что просто у вас мало подписчиков, это же тоже надо понимать. Ну, то, что люди безразличны, не рекомендуют другим, плохо. Вопрос еще, как вы это пишете? Надо же людей уметь зацепить, нажать на определенные точки, так сделать, чтобы было интересно. Ну, это уже другой вопрос. Знакомы вы с планом Даллиса? Кто? Я? Ну, если бы вы мои видео смотрели, то вы и 10 лет назад знали, что я знаком. А знаком я был и 25 лет назад с планом Даллиса. И книга, так сказать, полковника английской разведки Джон Коллимана. И все, что вы бы не назовете, абсолютно все я знаком, знаю и давно изучал. Он уже успешно реализован. Алкоголь, табак, ГМО, пища, да, синтетические препараты в аптеках, безнравственность, отупление людей, отсутствие духовных ценностей, люди оторваны от земли, ничего не выращивают сами. Да, это беда, это страшно, на самом деле, это крик души, я ваше понимаю. Заселены в человеники, ну, это вот, да. Люди стали просто потребителями, да. Человек русский потерял человечность, да, и самоидентификацию, я добавлю, свою. Забыл историю, свою культуру, да. Нас взяли голыми руками через жрачку, алкоголь, наркоту, через зрелища для веселья, которые только разрушают мозг, ну, да, и человека превращают, я говорю, в демона просто, в демона. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Истина. Что успешно и сделано, да. А правда, как в том плане, высмеивается, да. Только вы лучше говорите не правда, а истина, потому что правда, она может быть совершенно разной, по-разному воспринимаемая, а истина, это то, что есть на самом деле, без субъективных мнений каких-то людей. Так, что говорить, если даже самые близкие люди готовы на клочки порвать, когда пытаешься из горла вырвать у них отраву? Да, это ужас. Нас уже стерли, оцифровали, и теперь мы более чем послушный агент, с которого ведут, ну, в бой. Ну что, я прекрасно понимаю, еще раз крик вашей души, что вам это очень тяжело, что, к сожалению, вы в той мере, в какой хотели, вы не можете повлиять на людей своими мыслями, своими, так сказать, вот постами где-то там в соцсетях, но вы не теряете бодрость духа и в уныние тоже. Не впадайте и идите дальше, и просто совершенствуйте слово, доносите его до людей. Что касается мужа, я вообще вот, ну, я все, собственно, уже сказал, повторять не буду. Конечно, я соболезную, очень это тяжело, тем более, да, тем более вот такой контраст. А что с вашим мужем, он деградирует это, просто это все уже, это ужасно. Ну, какой-то, может быть, шанс еще и есть, но это надо ему, вот эту лекцию Жданова, один на один послушать, один на один, будучи в абсолютно, ну, абсолютно трезвом, это невозможно ему, если он пьет хотя бы раз в неделю или в месяц. Вы, наверное, понимаете, почему, не все поймут, но есть наука с абориологией о трезвости наук, и там все прекрасно, это с точки зрения физиологии и биохимии все поясняется. Сколько дней, точнее, месяцев идет разрушительное влияние, конечно, по уменьшающейся экспоненте, но, тем не менее, на разрушение головного мозга от любого количества выпитой алкожижи. Вот, и поэтому, вы понимаете, не все поймут, вот я наметку дал, а вам скажу крепиться и постараться все-таки мужу показать эту лекцию, когда он очень-очень долго, ну, сколько получится, хоть несколько дней даже, не будет чего-то пить, деградант. Здравствуйте, огромное спасибо вам, присоединяюсь ко всем благодарным словам вам. Да, выражение благодарности ваш адрес. Но вы умнейший человек, тратя столько сил и времени на то, чтобы убедить нас в правильности бытия. Да я с вами во всем согласен, подпишусь под каждым вашим словом. Но вы мне даже немного напоминаете современного Дон Кихота. Ну, спасибо, да, благодарю. Как можно победить огромные мясокомбинаты и молочные реки? Кисельные берега. А это мафиозное телевидение, которое навязывает свои рекламы и продукции, да, там. Ну, да-да-да, здесь в этом деле нужна альтернативная ваша продукция в больших объемах и ваши магазины шаговой доступности. Но это сложно, я этим заниматься уже, честно, силой и возможности всем нет. Иначе я чем-то другим не буду заниматься. А не какие-то интернет-магазины. Я лично боюсь в них что-то заказывать. Кругом мошенники могут поделать ваш сайт. Извините, что есть плохо написал. Ну, давайте так. Значит, мой сайт nadgard.ru. Никто не поделает. Я это, ну, постоянно его контролирую и за это отвечаю. Значит, наш другой, где от любой суммы там можно купить. Но это не наш, это я отдал на откуп там одному человеку хорошему. Это nadgard.su. Совет Юнион, там можно там хоть от 1000 рублей купить. Потому что на нашем сайте nadgard.ru, да, только от 10 тысяч. Но любой продукции в ассортименте хоть по одной штуке. Просто общий заказ должен быть. Мы просто не можем, невыгодно нам собирать на меньшую сумму. А любую вот на сайте nadgard.su. Потом два розничных магазина в Москве. Опять какие-то можно посмотреть, где на сайте nadgard.su. Но лучше, если от 10 тысяч заказываете на нашем сайте, главном, старом nadgard.ru. Теперь, я готов к сотрудничеству. Если кто-то хочет открыть под моим именем, брать у меня опытом продавать в розницу мои продукты, то открывайтесь, пожалуйста, будем сотрудничать. Если где-то в других городах, регионах там, где-то или странах СНГ, пожалуйста, тоже пишите, готов к сотрудничеству. Теперь, что касается... Да, значит, поэтому в плане мошенничества здесь можете не волноваться. Если я на сайте это укажу, на своем nadgard.ru, что это вот от меня люди, то и покупайте смело. Тем более мы это контролируем. А что касается другого. Вот насчет конкуренции информации. Вы понимаете, какая штука? Конечно, битва не равна. И зумы люди, они выигрывают еще потому, что вот именно люди жаждут вкусно пожрать. И для многих это единственная радость жизни. Наслаждение, вернее. Это страшное дело. Это вот деградация. Пока люди не осознают, что это ужасно, и жить ради еды нельзя. Надо есть для того, чтобы жить, творить, созидать и так далее. Это вот совершенно два противоположных подхода к жизни. И вот тут беда в чем. Даже не наличие тех, кто питает людей всякой гадостью, а жажда людей так жить, так жрать. Вот это вот надо менять. Я пытаюсь это своими лекциями. Ну и многих оттащил от этой бездны. Ну тысяча людей. Но возможно получится и больше. Ну вот присоединяйтесь к этой борьбе, так сказать, за разум человеческий. Далее. Вот стоматология не дешевое удовольствие, если запустить процесс. Ну конечно. И стоит все-таки укреплять как можно раньше зубы. Я вот до этого принимала эволаровский витамин С плюс бета-каротин плюс Д3 в шипучих таблетках. Слушайте, лучше бы вы не принимали. Ну, в шипучих таблетках. Тут Д3 хорошо усваивается. Где тут? А вы почему так уверены, что он хорошо усваивается? Зубы крепче, риск кариеса меньше. Но Вера делает, говорят, чудеса. Кремний, Д3, К2, магний плюс зелень минус сахар. Вот это последняя фраза абсолютно верная. Сахар не потреблять, зелени как можно больше покупать. Нормальный наш липосомальный витамин Д3, а не какой-то там эволаровский, и витамин К2 в липосомальной форме кремния в виде диатомита у нас, либо фульвата кремния. И вот тогда кости будут и крепкие, и кальций в сосудах откладываться не будет. Все то, и зубы крепкие, и так далее, и так далее. Все правильно. Дальше. Здравствуйте. Вы смотрели лекции Гани из Замалеевой? Она врач, бывшая сыроедка, а теперь на мясном кето-питании. Конечно, смотрел. Конечно, смотрел так же, как и вот ту лекцию про вот эту, так сказать, Наталью, тоже татарку эту Кэмпбелл, Макбрайт, которая за англичанину замуж вышла там в конце 80-х, по-моему, или начале 90-х. И теперь вещает про мясо по 2 килограмма в день, что надо есть. А эта тоже дама была, так сказать, вменяема, а потом все, скатилась до мяса, и все то же самое, я ничего нового не скажу. Они все говорят одно и то же, все. И все просто на мясном кето-питании. Поэтому, ну какая разница, я вот разобрал, что ее, есть смысл разбирать эту Гани? Нет смысла, потому что все, что она говорит, это говорит и, вот так сказать, ну допустим, та же вот эта вот Наталья Кэмпбелл-Макбрайт. А я ее очень подробно разобрал, досконально разобрал, что она говорила в интервью у того же самого на том же канале, где вот я когда-то видел эту Ганию и Зималиеву. Так что смотрите вот мой разбор аналитический и подробный Натальи Макбрайт про кето-питание и мотайте на ус. Юрий Андреевич, за Диснейленд спасибо. Ну я там как-то сказанул одной дамочке-любительнице Запада, которая внуков своих там любит возить за границу в Диснейленд, ну поклоняться, так сказать, английской, американской вот этой антикультуре. А вообще в диснеевских мультфильмах есть скрытый сексуально развращающий контекст, на Ютубе есть куча подборок с замедленными кадрами и скриншотами этой жести. Абсолютно верно, для того так широко это все и распространяется, чтобы растлить, развратить и детей, сделать из них идиотов, сделать из них слуг Запада, которые потом будут раболепствовать перед всем Западом и ненавидеть все отечественное, русское, тем более высокодуховное. Все правильно. Если человек плодоядный, пишет человек, не значит ли это, что энергию он должен получать из углеводов? В основном же все плоды углеводные, не для одного авокадо же рожден человек, а вы уверены, ну вы, видимо, да, то кета на долгосрок правильное решение. В общем, ужас, конечно. Я прошу, пишите по-человечески, проверяйте, что вы пишете. Есть исследование, хоть бы один человек за 10 лет. Так, в общем, короче, давайте так, что понял, я сейчас скажу, потому что главное следующее. Человек, безусловно, плодоядное существо. По анатомическим, морфологическим и всем биохимическим характеристикам мы никакие не всеядные, никакие не плодоядные и не травоядные, само собой. А плодоядные, это четвертая категория. Но у меня есть такие видео, которые называются «Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами?». Уже много лет этому видео, где я давно объяснил, что несмотря на то, что мы плодоядные, мы не можем, к сожалению, плодами питаться, потому что... И второе видео, что какие ошибки делают на сыроедении веганстве люди и потом клевещут на сыроедении, что это неправильная система питания. А в чем ошибки? Вот эти видео. Ну и, естественно, разбор вот этой «Макбрайт» тоже поможет вам, так что смотрите. Ну и давайте одно последнее, а то уже длинное видео получилось. Юрий Андреевич, приветствую. Я Яна, ваш постоянный зритель и покупатель. Благодарю вас за ваши ответы. Я вот поначалу мало что позволял себе покупать из ваших продуктов, при этом понимаю, что качество это того стоит. Я видела разницу вашей спирулины из вашего магазина и других видов спирулины. Травы тоже, растительный протеин, шоколад. Однозначно лучше ваши. И это было до тех пор, пока я не осознала, что товары с вашего магазина, надгард.ру, что такие пищевые привычки правильные во всем, в еде, в быту, без химии, да, в образе жизни, что все это, это лучшие инвестиции в себя, свое здоровье, здоровье моих близких. Я чуть иначе посмотрела на такие инвестиции, поняв, что это очень выгодно. Выгодно быть здоровым. Экономия на лекарствах, дорогостоящем лечении огромная. А я от себя добавлю, а что если самый большой риск у каждого второго, сейчас у третьего, ну, или в перспективе, скажем, что онкология. Какая тут экономия? Можно вообще, во-первых, о деньгах говорить, во-вторых, тут экономия может быть миллионы рублей. Так что вот я поражаюсь над людьми глупыми. Ну, правильно вы мыслите? Желаю всем это осознать. Сейчас решить проблемы со здоровьем значительно дороже, особенно когда семья большая, как наши пять человек. Чем профилактика в виде качественных продуктов питания, товаров для здоровья, о которых вы нам говорите, дают возможность их покупать. А некоторые, сволочи, а по-другому их не назвать, мерзавцы, злятся, что я что-то продаю. То есть это радоваться надо, благодарить меня за это, что я даю, вот объясняю, что есть проблема, и что ее можно решить, уменьшить шанс получить страшные болезни. Можно. И я продаю и отвечаю за самое лучшее качество своих продуктов, а кто-то залится на это, но это только сволочи. Пишут. Реклама. Я таким, кстати, видео снял, которое так и называется. Реклама. И парадокс в том, что как только я разрешила себе, разрешила, ну, в кавычках, то есть, значит, как бы морально, покупать именно ваши товары, качественные и вкусные при этом, я как-то незапланированно создала дополнительный источник дохода. Кстати, мысли, запомните это, формируют образ жизни, поведения и доходы в том числе. В общем, все в наших руках. Главное понимать, что нам действительно надо, что для нас полезно, и подумать, как решить вопрос, чтобы именно возможность была позволить и сделать себе это. Возможность позволить себе качество. Все решаемо, пока мы живы. Надо любить себя, заботиться о своих и близких, и о природе, о том, что и кто рядом с нами. Под такие цели приходят и ресурсы, и возможности. Абсолютно правильно. Бытие, как говорится, определяет сознание. Сознание первично. Оно формирует действительность. То есть, наши мысли, верно. Благодарю вас, Юрий Андреевич, за вашу любовь к людям, нашей стране, за то, что вы делаете. Сыновьям рассказываем о вас, о том, что мы учимся у вас быть здоровыми, быть осознанными. Работать на благо себя и страны, создавая очень много пользы. Вас, в пример, приводим мы с мужем. Желаем вам, вашим близким, зрителям всем вашим добра и здоровья. Благодарю вас от души. И это пусть будет уроком для людей, которые глупости или пишут, или главное, даже думают, не пишут. Жалеют деньги на покупку качественных продуктов и товаров, которые продлят и улучшат качество и продолжительность жизни человека однозначно. Вот так-то. И поэтому я еще раз говорю, покупайте нашу продукцию. Ну и, соответственно, вот вам пример. Ну и буквально несколько маленьких. Большое дело делаете. Ценнейшая информация. В 2007 году посмотрел Жданова вот то самое видео. И с тех пор никакого алкоголя не было. В 2011 году ваши лекции про сыроидение посмотрел. Снесло голову тогда эта информация. Спасибо. Ну, пожалуйста. Все логично. Райский сад. Вот задумайтесь людям. Правильно человек написал. Все логично. Ну, про то, что мясо-то... Где вообще жрут мясо? И вот вы, если, например, строите из себя христиан и считаете, например, себя, вот, так сказать, вот христианами. Вот слушайте. Все логично. Райский сад называется почему-то райским садом, а не райская скотобойня. Подумайте об этом. Куда каждый христианин стремится в рай, который когда-то был и на земле? А что в раю есть сковородки? Или может они и в аду? Сковородки-то. Подумайте. А не где сковородки? Где мясо жрут трупы животных? Мясо отдирают, трупы жрут. Где? Райский сад. Чего еще непонятно. Чем питаться? Сто процентов. Ну и последнее маленькое. Просьба, если можно, адрес, где подъехать и приобрести ваши продукты без заказа и волокиты. Послушайте, волокиты никакой нет. Заходите на наш сайт nadgar.ru, заказываете. И вам либо привозят, если вы в Москве, либо отправляют разными там транспортными компаниями. И вы все это прекрасно получаете. Не вы последние тысячи людей, тысячи, ни первые, ни последние. Тысячи людей покупают и покупали. И все, проблем нет. Но если уж прям не хотите приехать в Москву, там вот где-то, в Москве вернее вы живете, и вот, ну, есть два адреса магазина. Где эти адреса? На Таганской один там и где? На сайт другой. nadgar.su. Soviet Union nadgar.su заходите, и там найдете эти магазины. Просто потыкайтесь там, ну, контакты, и вы увидите два магазина розничных. Все. Ну вот, а на этом пока на сегодня все. Я жду ваши комментарии, письма. Пишите, не ленитесь. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Нажмите там колокольчик и отметьте все видео, чтобы вы могли получать и не пропустить новые от меня выход видео. Ну и пошлите знакомым друзьям эту, ссылку на это видео, ну и вообще на другие. Помогайте распространять мои видео тоже. Покупайте наши продукты. Ну и, пожалуй, на этом все. Ждите новые видео из рубрики «Ответы на вопросы», ну и другие мои интересные видео. Смотрите их. Ну, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok